Всем привет, друзья, меня зовут Макс. НДБ, или же Надо Делать Бизнес, это проект, в котором я, обычный школьник с базовыми знаниями про ПК, пытаюсь заработать денег на сборке и перепродаже компьютеров. В распоряжении у нас находятся только те деньги, которые я заработал в рамках проекта. Моя история началась с 5000 рублей, на которые я собрал тогда свой первый компьютер на 775 сокете на продажу. С тех пор прошло уже больше года, и за всё это время я собрал 9 компьютеров, но вот пришло время собрать последний, 10-й компьютер. Что из этого получилось, смотрите в этом выпуске. Итак, если ты смотрел прошлый выпуск, то ты знаешь, что мы собирали компьютер специально для продажи на Авито, который был далеко не самым мощным за свои деньги, однако очень привлекательным для покупателя. Там стоял Intel Core i5-3330, 8 гигов оперативы и GTX 1060 на 3 гигабайта. Кроме того, собран он был в достаточно красивый и аккуратный корпус, естественно с подсветкой. И со своей задачей, как ни странно, он справился на ура. Как я планировал, компьютер продался всего за 4 дня, да ещё и по фулл прайсу, то есть как я и планировал за 26 тысяч рублей. Покупатель, кстати, был очень интересный и попросил при нём переустановить винду на компьютере. Он оправдал это тем, что боится того, что я за ним буду следить. Чем он таким будет заниматься на этом компьютере, я не знаю и знать не хочу, но GPS-маячок я ему в корпус, естественно, подбросил. Шутка. В общем, в итоге у нас на руках сейчас 34 440 рублей, и в этот раз я хочу собрать что-то реально мощное, как говорится, на все бабки. Подбор комплектующих, как обычно, начиная с материнской платы, так как в этом разделе часто можно найти целые комплекты, то есть не только материнскую плату, но и процессор, а иногда и оперативную память, идущую в комплекте. И в этот раз я нашёл очень хорошее предложение. За 13 тысяч рублей продавали платформу, конкретно процессор Intel Core i5-3570K, крутую материнскую плату MSI на Z77 чипсете и 16 гигабайт дидер третьей оперативной памяти от Corsair. Я посчитал, сколько это всё будет стоить по отдельности, и окончательно убедился в том, что эту платформу надо брать. Сразу скажу, что гораздо разумнее было бы взять тот же Xeon X3440, он давал бы гораздо более хорошие показатели в производительности, однако не забывайте о том, что компьютер мы этот собираем на продажу. А как нам известно, частенько люди отпугивают такие серверные процессоры, какими бы мощными они ни были. Так что давайте обо всём по порядку. Процессор, как я уже сказал, Intel Core i5-3570K, 4 ядра и 4 потока, с базовой частотой 3-4 ГГц. Но особенность процессора в том, что он имеет разблокированный множитель, который позволит нам разогнать его до гораздо более высокой частоты. Сразу хочу отметить, что процессор этот уже достаточно старый, и в новых играх его, вероятнее всего, будет не хватать. В общем, вот это мы и проверим в конце видео. Поможет в разгоне нам материнская плата MSI Z77A G43. В целом, отличная мать, имеет два хороших радиатора на MOSFET, 8 пин питания процессора и два порта PCI-Express под видеокарты, один из которых нам, естественно, не понадобится. Все эти особенности неплохо помогают продаже, так как в глазах обычного покупателя компьютер с подобными наворотами резко становится в разы круче. Ну и оперативная память. Её тут, как я уже говорил ранее, 16 ГБ, четырьмя планками по 4 ГБ от Corsair. И поздравляю, мы побили рекорд, и теперь максимальный объём оперативной памяти в сборке не 8, а 16. Салют. Отлично. Базовая частота 1600 МГц, однако материнка позволяет нам её поднять, чем мы в дальнейшем обязательно воспользуемся. Но на этот раз по-нормальному, а не как в шестом выпуске. Ты чё, х** ел что ли? Где, сука, разгон памяти, ты обещал? Также отмечу красивые чёрные радиаторы, которые также увеличивают производительность компьютеров в глазах многих покупателей. Вообще, 16 ГБ оперативной памяти, можно сказать, повышают вклад с компьютера в глазах некоторых людей, и он резко из просто компьютера становится топовым игровым решением. Этим мы тоже сегодня воспользуемся. ТТП у нашего процессора в стоке 80 Вт, но так как мы будем его разгонять, лучше взять башню, да побольше. Например, вот этот вариант. Zalman CNPS 10X Performa Plus. Заявленная мощность рассеивания 130 Вт. Имеет аж 5 тепловых трубок и 120-мм вертушку с 4-пиновым коннектором. Весит эта махина почти килограмм и отлично справится с охлаждением нашего процессора. Обошёлся он мне всего в полторы тысячи рублей. Теперь пройдёмся по накопителям. Тут можно было бы, как обычно, взять какой-нибудь ушатанный винт на 500 гигабайт, однако я решил поэкспериментировать и за полторы тысячи рублей взял с Авито вот такой вот ноунейм SSD диск на 240 гигов. Перед покупкой я, естественно, посмотрел обзоры на него и убедился, что туда не запихнули какую-нибудь карту памяти и что скорости чтения и записи у него приличные. Короче говоря, за свои деньги это достаточно хороший вариант. Далее видеокарта и вот тут и начинается самое интересное. Недавно мне написал друг из Новосибирска и скинул ссылку на уценённые видеокарты в ДНС своего города. Когда я увидел, что там творилось, я просто не мог поверить своим глазам. RX 560 за 4000 рублей, GTX 1060 за 7000 рублей, RX 580 за 7000 рублей, GTX 1070 за 15000. Это просто нечто. Я моментально, не раздумывая, заказал видеокарту GTX 1070 в исполнении от Гигабайт за, внимание, 13500 рублей. И если кто-то из вас мне не верит, что в принципе логично, то вот чек и скриншот этого лота. Доставка до Сыктывкара вышла мне в 300 рублей и в итоге мы имеем абсолютно полностью рабочую версию GTX 1070 с тремя тихими вентиляторами за 13800 рублей. Ну, это ли не чудо? Кстати, пыли на ней практически не было, стресс-тест она вся проходит и не перегревается, что, естественно, не может не радовать. Чтобы запитать всю эту машину, я взял добротный модульный блок питания от Chieftec на 650 ватт. Конечно, нам хватило бы блока питания и попроще, однако его продавали всего за 1500 рублей и я не смог устоять. Ну и, наконец, корпус. Тут я взял бушный Zalman S1 и он достаточно противоречивый. С одной стороны, тут тонкий металл и боковое окно из акрила, не самого лучшего качества. С другой стороны, тут есть три встроенных вентилятора, два из которых с белой подсветкой. И окно спереди из стекла. Вот этого я, кстати, вообще не понимаю. Не лучше ли было сделать всё наоборот, поставить стекло сбоку, а спереди пластик? Ну да ладно, у Zalman там, видимо, своя атмосфера. Корпус обошёлся мне в 1390 рублей и, как ни крути, за такие деньги это хорошее решение. Ну что ж, вот я озвучил все комплектующие данного компьютера и можно приступать к сборке. Для начала, как обычно, собираем платформу, то есть аккуратно вставляем процессор в сокет и прижимаем рычажок. Далее ставим оперативную память и тут запутаться сложно. Четыре слота и четыре планки. Бери и вставляй. Есть. Затем наносим термопасту на процессор, аккуратно сверху помещаем кулер и прикручиваем его. Итак, платформа готова и теперь мы помещаем её в специальные пазы на корпусе и прикручиваем. Далее я сразу без прелюдий ставлю видеокарту, блок питания и SSD-диск. Затем я подключаю все коннекторы, клею RGB светодиодную подсветку, купленную за 200 рублей, и подключаю переднюю панель. Готово. Вот наш компьютер и собран, и теперь мы приступаем к его разгону. Процессор без проблем взял частоту в 4,3 ГГц, а память стабильно работает при частоте 1800 МГц. Тайминги очень хорошие и Command Rate 1. Вообще максимум, чего я смог тут добиться, это 4,6 ГГц на процессоре и 2000 на памяти. Однако на таких показателях система уже работает не так стабильно, так что не буду больше экспериментировать и иду тестить игры. Кстати, достаточно много вопросов поступало мне в личку по поводу того, стоит ли устанавливать в 2019 году антивирус на компьютер, и мой ответ однозначно да. Я вот с недавнего времени пользуюсь антивирусом Asset Note32, и хочу порекомендовать его вам. Он отлично защищает от различных шифраторов, мошенников и просто любителей подсматривать за людьми через вебку. А ещё в компании в целом работают классные ребята, завели свой канал на YouTube, на который я, кстати, советую зайти. Сейчас там розыгрыш видеокарты Nvidia RTX 2070 и других классных призов. Ссылка в описании. Первый, давайте протестируем новинку от наших разработчиков. Это Metro Exodus. Здесь я выставил Full HD разрешение, ультра настройки графики, 16-кратное сглаживание, и мы без проблем имеем от 80 до 130 кадров в секунду. С отличным при этом графиком фреймтайма. Как по мне, это просто отличный результат. Но отмечу, что наружу FPS, естественно, будет меньше. Не особо, но меньше. Видеокарта загружена по полной, а нагрузка на процессор колеблется от 80 до 90%. Температуры как у процессора, так и у видеокарты просто отличные. Правда, под нагрузкой вентиляторы раскручиваются до сверхзвуковой скорости и шумят примерно так. Ну, в общем, играть очень приятно. Далее у нас идёт не такой новый, но до сих пор очень популярный PUBG. Здесь стоят ультра настройки графики везде, кроме листвы. Разрешение всё так же в Full HD, и при таких обстоятельствах игра выдаёт нам от 95 до 110 кадров в секунду. С также хорошим графиком фреймтайма. Но, как обычно в этой игре, проскакивают статтеры. Игре особо не мешают, однако не упомянуть это я не мог. Температуры все в норме, и играть достаточно комфортно. Теперь давайте посмотрим на ещё один батл рояль, Fortnite. И тут на эпических настройках графики в Full HD мы получим от 100 до 140 кадров в секунду с отличным графиком фрейма. Ни процессор, ни видеокарта не нагреты более чем на 60%, что очень хорошо. Ведь, например, по поводу видеокарты у меня было очень много причин для беспокойства, ведь 1070 за 13 тысяч не каждый день увидишь. Однако она не то что работает, на ней даже пыли особой нет. Очень круто. CS GO Часто меня люди спрашивают, зачем я её тестирую, ведь эта игра уже очень старая. Ответ мой очень прост. Практически любой человек, который покупал у меня игровой компьютер, спрашивал, сколько FPS будет на этом ПК в контре. Для людей это некий такой бенчмарк, по которому определяют, насколько компьютер игровой. Естественно, это бред, но чаще всего это работает именно так. АКС тут у нас, кстати, идёт отлично. Высокие настройки графики, Full HD и фреймрейт у нас колеблется от 180 аж до 300 кадров в секунду. Кривая фреймтайма тут не такая уж и кривая. Играть очень приятно. Shadow of the Tomb Raider. Максимальный пресет графики, Full HD и тут мы видим очень даже стабильный 80-90 кадров в секунду с отличным графиком фрейма. Видеокарта трудится как пчёлка и при этом её температура всего 58 градусов. У процессора, кстати, такая же температура и нагружен он при этом чуть больше, чем наполовину. Это, напомню, на i5 2012 года в игре конца 2018 года. Результат просто отличный, с этим глупо спорить. Ну и под конец, как обычно, GTA 5. Высокие настройки графики, 8-кратное сглаживание и в городе игра выдаёт нам очень даже хорошие 70-80 кадров в секунду. График фреймтайма при этом отличный. Все температуры в идеале. Играть очень комфортно. Ну что ж, вот мы и собрали заключительный компьютер на все деньги, что у нас были. Да, это не шутка. Это действительно последняя сборка ПК. Но последняя сборка ПК в первом сезоне НДБ и уже совсем скоро будет второй сезон. Скажу больше, у меня уже всё продумано и поверьте, это будет что-то очень грандиозное и масштабное. Что-то такое, чего ещё не было на ютубе, так что подписывайтесь на канал, чтобы этого не пропустить. Но обошёлся последний ПК нам в 33 090 рублей и осталось у нас всего 1350. И я могу с уверенностью сказать, что это лучший компьютер, который я собирал. Но он и достаточно мощный, и красивый, и при этом привлекательный для покупателя. В общем, все функции он выполняет на отлично. А как вам эта сборочка? Что бы вы изменили? Пишите свои мысли в комменты, я их все читаю. Продавать я его, думаю, тысяч за 40-45, и при этом он будет лучшим предложением в моём городе. Купить его, кстати, скоро сможете и вы в моей группе ВК, ссылка на которую на экране и в описании. Там вообще достаточно весело, так что заходи и подписывайся. Также подписывайтесь на мой инстаграм, там я регулярно публикую инсайды и просто красивые фоточки. Ссылка всё также на экране и в описании. Совсем скоро будет второй сезон НДБ и розыгрыш. Ну а пока я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. С вами был Сплайн, всем удачи и пока!